Добрый день дорогие друзья! И так, с основными вещами в лоре мы вроде бы разобрались. И до выхода DLC, которое по слухам должно выйти уже в 2023 году, говорить о чем-то глобальном не приходится. Так что пока я буду наравне с другими видосами выпускать видео обзоры каких-то маленьких деталей, подмеченных мной или вами в комментариях, или например обсуждаемых в нашем чате в телеграме. Кстати, добро пожаловать в чат, ссылка в описании. В любом случае в игре еще довольно много интересного, так что приятного вам просмотра, мы начинаем! Есть на свете сады, известные лишь парфюмерам. Где бы цветы не прятались на окраине сурового нагорья или в густом мраке пещеры, они втайне ждут того, кто украдет их аромат. Парфюмеры. Что можно о них сказать? Если посмотреть издалека, это обычные фэнтезийные алхимики. Но если разобраться в вопросе, то их история окажется весьма интересной и довольно-таки необычной и самобытной. В прошлом парфюмеры были уважаемыми членами общества, а их достижения в медицине ценились очень высоко. Фляга с чудесным снадобьем, который все мы наверняка пользовались не один раз, принадлежит к одному из редчайших артефактов этих ученых древности. Реликвия алхимиков-целителей, жрецов древа Эрн, заключает в себе силу кристальных слез, на формирование которых уходят долгие луны. Интересно, что в английском варианте написано Relic of the Physic Chemists Priests of the Earth Tree, то есть реликвия физиков-химиков жрецов древа Эрн. Возможно, слово физик здесь и переводится как, не знаю, физиотерапевт, а отсюда целитель, но я о таком переводе никогда не слышу. Интересно тут то, что из данного описания мы можем понять, что учение парфюмеров когда-то выделилось в отдельное направление, отколовшись от культа поклонения древу Эрн. О том, что речь тут идет о предтечах парфюмеров, также говорит внешний вид нашей фляги, изрядно напоминающий флаконы современных нам парфюмеров. Отличить парфюмеров было очень просто по внешнему виду, ведь все они носили кожаные фартуки, защищавшие их от тех субстанций, которые они смешивали на своих рабочих столах, как, впрочем, делали и настоящие алхимики. Плотный передник украшен вышитым древом Эрн и служит доказательством мастерства в аптекарском ремесле, а его вес символизирует бремя гордости и ответственности. Именно этим и занимались изначально парфюмеры – аптекарским ремеслом. Аптекарское ремесло главным образом заключается в изготовлении и продаже лекарственных средств. Однако нередко врачи нашей с вами реальной древности могли заниматься также созданием парфюмерии. К примеру, древний персидский врач и химик Авиценна Ибн Сина помимо занятия врачебными практиками изобрел парфюм – розовую воду. Но вернемся в Междуземье. Тамошние парфюмеры нередко уходили из столицы на поиски новых реагентов для своих зелий, а также новых цветов и ароматов. Потому меняли свой роскошный наряд на более простой, походный, однако не лишенный неизменного кожаного передника. Облачение неизвестного странствующего парфюмера. Плотный передник – отличительный знак парфюмеров, заменен на фарту попроще, сшитый из мягкой кожи. Во времена раскола они оказались на поле брани и их роль коренным образом изменилась. Вместо ароматов они принялись изготавливать яды и взрывчатые вещества. Об этом мы также узнаем из описания флаконов парфюмеров, которые можно найти в разных местах Междуземья до сих пор. Когда-то тайна искусства парфюмерии тщательно охранялась при дворе, но во времена раскола парфюмеров призвали на войну, и их ремесло стало популярно во всем Междуземье. Служителям древа Эрт воспрещалось использовать огонь, но это правило было забыто в ходе затянувшейся войны. Так появился искрящийся аромат, из-за чего им запрещали использовать огонь. Очевидно из-за того, что древу Эрт суждено было от него погибнуть, а потому даже изображения горящего древа были запрещены, о чем можно узнать из описания каплевидного щита древа свечи. Изображение дерева в виде горящего подсвечника считается тайным пророчеством о смертном грехе, и потому запрещено закон. Главной задачей парфюмеров на войне было изготовление ядов и кислоты из того, что прежде в иной концентрации служило лекарством. Считается, что когда-то ароматический порошок использовали в медицинских целях. Его следовало подержать во рту, пока он не растворится, а затем выплюнуть. Парфюмерам даже пришлось раскрыть некоторые тайны своего ремесла другим защитникам древа Эрт, дабы обеспечить изготовление более мощных боеприпасов. Болт, изготовленный по технологии парфюмеров. Их используют стражи-вельможи и им подобные. При попадании взрывается снопом искр, нанося врагам урон огнем. Судя по всему, поначалу парфюмеры только помогали делать боеприпасы для защитников столицы, но позже и сами стали участвовать в боях. Об этом говорят их щиты и кинжалы. Кинжал из эрт стали с растительным орнаментом на лезвии. Члены королевской семьи древа Эрт носили такое оружие для самозащиты в мирное время. Кинжал выкован лучшими мастерами, но владеть им целое искусство. В этом описании больше всего интересно то, что такими кинжалами пользовались члены королевской семьи. Кто знает, может быть первыми парфюмерами были потомки Годвина Золотого, то есть белокожие и златоглазые аристократы золотой родословный. Может быть те, кто сейчас обладает этими кинжалами и состоит в ордене парфюмеров, также являются их далекими потомками. Но война продолжалась и скоро парфюмеры даже стали назначаться командирами боевых отрядов. Искусство поднятия боевого духа необходимо в любой битве. Те, кто им владеет, способны наделить воинов храбростью восставших мертвецов, поэтому из парфюмеров и получаются превосходные командиры. Но война изменила парфюмеров. Вынужденный отказ от основных правил учения парфюмеров-врачей быстро привел к падению многих ученых этой древней науки в так называемую ересь. Ведь в битвах каждый предстал перед одним и тем же выбором – сохранить верность древним догматом или выжить. Выжить, усилив свое химическое колдовство. Думаю, подавляющее большинство выбрало жизнь и тогда эти бойцы стали изобретать все новые и новые средства, позволявшие им и их воинам совершать невероятные ужасы на поле брани. Например, аромат вскипания крови повергает выступление, повышая выносливость и силу атаки, но также увеличивая получаемый урон. Боишься ран даже на поле брани? Приглядись, твое тело уже давно остыло и отвердело. Проследить поэтапное падение парфюмеров в ересь можно, прочитав последовательно описание из всех записок об их искусстве, которые до нас дошли. Вполне возможно даже, что эти записки нам оставил один человек. Сначала мы видим, как городской врач становится военным парфюмером и в описании записок его мы читаем. Рецепт, записанный военным парфюмером, содержит сведения о приемах, которые знает не каждый врач. Следом мы видим, как другие признают в нем порочного парфюмера, то есть еретика и вероотступника. Рецепт, записанный порочным парфюмером, содержит опасные методы, которые обычный лекарь не рискнул бы использовать. Но кто же такие эти парфюмеры-еретики? И в чем именно заключается их ересь? Парфюмеры-еретики поглощают специи собственного приготовления, чтобы менять свое тело и разум. За эту тягу к постепенному саморазрушению они получили свое прозвище. Некоторые из парфюмеров-отступников искали пути к обретению бессмертия, и одним из таких был могущественный парфюмер Кармаан. Порочные парфюмеры оттачивают свое искусство в одиночку. Кармаан был выдающимся парфюмером и по силе не уступал великим героям. Говорят, он искал тайный рецепт с надобья возрождения. Вполне возможно, что это отсылка на поиски алхимиками средневековья рецепта создания философского камня, который по преданию мог превращать все предметы в золото одним только касанием, что твой царь Медас, а также помогал гнать эликсир бессмертия даже без использования самогонного аппарата. Из числа парфюмеров также вышли ужасающие нечеловечески сильные люди – убийцы знамений. Даже теперь они сохранили стиль одежды в память о первом убийце. Плотный фартук – дань уважения их основателю – парфюмеру Ролло. Когда-то Ролло был знаменитым парфюмером. Говорят, однажды он выпил с надобье, избавляющее от сострадания. Так он превратился в безжалостного палача. Ночной кошмар знамений. Вид этих безжалостных охотников запоминается надолго. Чего только стоит их неизменное оружие. Огромный тесак, лезвие которого сплошь состоит из отсеченных рогов знамений. Это оружие убийц знамений. Эти кошмарные рога вызывают кровопотерю, привнося в нескончаемую бойню яркие краски. Их лица скрывает маска ужасающей ухмылки. Маска убийцы знамений, украшенная длинными и необычайно изогнутыми рогами. На ней изображено лицо старейшины, искаженное нечестивым восторгом. Этот образ символизирует злых духов, преследующих знамений в ночных кошмарах. Не вполне понятно, о каком старейшине идет речь, но если это лицо изображает его, то нетрудно догадаться, что оно должно принадлежать одному из первых знамений, появившихся на свет. Таким образом, это или Мог, или Моргот. Учитывая расположение рогов Мога, трудно сказать, что маска изображает его. Кстати, вы замечали, что один из рогов выкрутился настолько, что выколол самому же Могу глаз? Ужас какой! Однако, если посмотреть на лицо Моргота, мы можем увидеть огромный длинный рог, торчащий прямо из его лба. И вот тут уже некоторое сходство смазкой можно проследить. К тому же, недаром его называют еще и Король Знамений. Судя по всему, именно он – перворожденное знамение, которое некоторые из них называли Старейшиной. Вот только неясно для чего и по своей ли воле он является к ним во снах. Вполне возможно, что в своей ярой любви к Древу Эрт, о которой можно узнать из описания воспоминаний о Короле Знамений, и из-за ненависти к своей собственной проклятой крови, он стал инициатором охоты на знамений по всему миру. Судите сами. Моргот был рожден позорным знамением, но посвятил свою жизнь защите Древа Эрт. Он никогда не был любимым и не искал взаимности. Он любил, ибо желал любить. В описании же клинка Моргота говорится о его отношении к проклятой крови знамений. Покоробленный клинок, постоянно меняющий цвет, принадлежал Морготу Королю Знамений, сотворен из проклятой крови, столь ненавидимый его бывшим владельцем. Таким образом, старейшины, являющиеся в кошмарах знамением, это скорее всего не какой-то вид особого колдунства, а вполне нормальная психологическая реакция на того, кто всеми силами старается выслужиться перед Древом Эрт даже ценой жизни собственных собратьев по несчастью. Знамения до ужаса боялись своего старшего собрата Моргота, потому-то убийцы знамений и надевали маски с его искореженным безумным гневом лицом. Но это еще не все. Не только охотников на знамений породили парфюмеры, была среди них и благонравная целительница, которая отчаянно старалась помочь тем, от кого другие без раздумий отворачивались. Та, которую мы приходим убить. У этой таинственной благодетельницы даже были сострадающие ее делу помощники, о которых мы можем узнать из описания шляпы странника. Говорят, этот помощник целителя ищет новые ароматы и цветочные сады, чтобы вылечить бастардов, знамений и других нечистых созданий. Думаю, вы уже догадались, о ком идет речь. Ну, конечно, это парфюмерша Триша. Триша была целительницей, ичившей бастардов, знамений и всех тех, кого считали нечистыми. Когда ее попытки провалились, она стала ухаживать за умирающими, обеспечивая им безболезненную кончину. Так началась история тех, кого называют спутниками мертвых. Интересно, что в подземельях, где мы находим Тришу, есть место, куда скидывают трупы бастардов, погибших от своего проклятия. В числе уже мертвых созданий можно найти и уснувших бастардов, которых мы можем разбудить и даже убить. Полагаю, усыпление – это один из методов, которыми пользовалась Триша, провожая в последний путь безнадежных больных. Но вернемся к спутницам мертвых. Самая известная из них – это, конечно же, Фия. Она сама рассказывает нам о том, чем должны заниматься спутницы мертвых. И если поначалу они лишь старались облегчить последние дни умирающих, то позже каким-то образом научились вбирать в себя силу могучих героев и передавать ее умирающему, возвращая его в жизнь. Я был знаменимым как мертвых бастардов, где я пришел. После того, как я получил теплую и жизненную силу от многих чемпионов, я лежал с остальными демократно. Но для того, как я могла облегчить его в новой жизни. Но для того, как я могла облегчить его в новой жизни, я восстанавливался с Грэйсом, и В русском переводе это видится не так отчетливо, но если прочитать английский текст, то становится ясно, где находится родина Фии. Ее настоящая родина – столица королевства, Лейн Делл, потому что тот самый Exalted Noble, у останков которого она легла, которому герои пожертвовали свои силы – это Годвин Золотой. Почему? Да потому что после убийства Ди она снова произносит это словосочетание, Exalted Noble, говоря следующие слова. Наконец-то оно вернется на свое законное место – украденное священное клеймо благородного вельможи. Мы знаем только два священных клейма. Это клеймо Ренни, которое мы сами находим и приносим Фии в процессе прохождения его квеста, и клеймо самого Годвина, которое она самостоятельно забирает у Ди. Стало быть, выбор тут невелик, а ее цель – сделать то, что она не смогла сделать при жизни, до того, как благодать призвала ее назад из загробного мира, а именно – воскресить Годвина. Кроме того, я заметил, что весь этот обряд, при котором Дева должна возлечь с могучими героями и после этого воссоединиться с умершим воином, сильно напоминает похоронный обряд варягов, описанный знаменитым путешественником Ибн Фадланом в главе похороны Руса. Вот что Ибн Фадлан пишет о добровольной жертве любимой наложницы погибшего варяжского князя. Потом вошли в палатку на корабле том шесть мужей и совокупились все с девушкой. Потом положили ее на бок рядом с ее господином, и двое схватили обе ее ноги, двое – обе ее руки, и наложила старуха, называемая Ангелом Смерти, ей вокруг шеи веревку, расходящуюся в противоположные стороны, и дала ее двум мужам, чтобы они оба тянули ее, и она подошла, держа в руке кинжал с широким лезвием, и вот начала втыкать его между ее ребрами и вынимать его в то время, как оба мужа душили ее веревкой, пока она не умерла. Конец цитаты. Суть того обряда, конечно, была не в том, чтобы воскресить покойника, а в том, чтобы отправить наложницу в мир мертвых вместе с почившим воином благородных кровей. Но, тем не менее, сходство поразительное. Кто знает, может быть Джордж Мартин и Хидетака Миядзаки черпали свое вдохновение именно из сочинений Ибн Фадлана, ведь не секрет, что многое для этой игры они взяли именно из скандинавской традиции, начиная от Игдрасиля и заканчивая иллюзиями на скандинавскую мифологию. В таком случае это действительно очень интересная адаптация сюжета из реальной истории в несколько романтизированной манере для мира магического. Ну, а может быть, это простое совпадение. Но пришло время рассказать о том, что вообще побудило меня заняться этой темой в данном видео. А ведь я не стал бы разбирать эту тему, если бы Дим не предложил мне обратить внимание на навершия этих огромных болтов, что мы видим за первой стеной столицы, и причудливые котлы, которые можно обнаружить в местах обитания парфюмеров. Например, в руинах парфюмеров на западе плато Альтус. Я уже давно заметил, что сами болты, воткнутые в землю на поле битвы, очень непростые, и в трейлере видно, как из них сочится некий темно-зеленый газ. Учитывая, что в том же трейлере видно, что они летят из-за стены в осаждающих, можно заключить, что газ этот вовсе не вареная картошка, чтобы братишкам снаружи дышалось полегче, а всего скорее, как минимум, слезоточивая черемуха. А то и упаси господь, новичок. Однако теперь, благодаря Диме и его замечанию, становится ясно, что наварили этот яд для Моргота, который во время осады правил столицей. Именно парфюмеры. По-моему, очень интересная, сугубо визуальная подробность, подтверждающая и слегка расширяющая то, что мы можем узнать из описаний предметов, связанных с этими древними учеными. Ну а на сегодня все. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал, заглядывайте на ссылки в описании и буду рад вас видеть на стримах. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok